Друзья мои, огромный всем привет, добро пожаловать на канал. У нас с вами сегодня тема для обсуждения, тема из моей новой рубрики «В мире шоу-бизнеса». Ну и, как всегда, мы с вами обсудим, на мой взгляд, довольно-таки интересную тему, обсуждение которой, наверное, давным-давно еще никто не обсуждал. Вот, может быть, просто забыли про это, может быть, забили, не стали это делать, но мы с вами сегодня немножко обсудим. Я, как всегда, зацитирую вам данные СМИ и обсудим с вами, ну, выскажу свое мнение, согласен я с этим или нет, а мы с вами сегодня обсудим один законный проект, который в ближайшее время выпустит Госдума, вот. А вы мне также пишите ваше мнение в комментариях. Согласны вы с тем, что написано, что я вам зацитирую, или вы не согласны, или у вас есть какое-то определенное свое мнение по поводу всего того, сказанного, о чем я вам сегодня, мы с вами сегодня поговорим. Вот. Потому что кому интересно такого вида рубрика, съемка, оставайтесь со мной и давайте с вами начнем. Ну что, друзья мои, обсудим мы с вами сегодня тему фонограммы. И название будет звучать так. Фанера в пролете российских исполнителей заставит петь вживую. Как вам такое начало? Впечатляющее, да? Ну, мне, честно говоря, тоже как бы впечатляющее начало для меня. И, честно говоря, давным-давно уже пора бы нормальным звездам, как бы, да, нормальным исполнителям начать петь, давать концерты вживую. Но мы эту тему немножко с вами затронем, затронем, обсудим. Давайте сейчас про статью. Что же все-таки выдали нам СМИ, что придумала Государственная Дума? Госдума рассматривает законопроект о штрафах за использование на концертах фонограммы без ведома слушателей. То есть, понимаете, да? Должностных лиц за это планируется штрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. А юридических на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. За повторные нарушения предлагаются не только штрафы до 5 миллионов рублей, но и дисквалификации. Хочу вставить такую небольшую ремарку, ремарку, да, вот в этот абзац. Я вам хочу сказать, что есть категория артистов, начинающих артистов, да, у которых именно гонорары за выступление, за 45-минутное или за полуторачасовое выступление не превышают 100-150 тысяч. То есть, представьте себе, да, вот вы пришли, допустим, на какого-то нового артиста, певца, ну, как бы поддержать, или он вам там понравился, да, вот выписывал клип, неважно, спел какую-то песню по телеку, но он понравился. Вы начали от него, можно сказать, фонотеть. Пришли на его концерт, он спел под фонограмму, да, этот концерт провел. И этого человека оштрафовали на весь его гонорар. То есть, понимаете, чем это чревато для исполнителей, или же для их концертных директоров, продюсеров, ну, и т.д. и т.п. и же с ними. Депутаты также считают, что если на концерте исполнитель использует фонограмму, он обязан сообщить об этом во всех афишах и иных объявлениях. Ну, в принципе, это нормально. Вот, это нормально. Сейчас мы еще дальше с вами пройдем. Я просто коснусь еще одной темы, чтобы нам было где, ну, различать, да, что да что есть, что с чем едят. Если же зрители или слушатели не были заранее проинформированы о том, что на концерте применялась фонограмма, они вправе потребовать возврата денег за билет. Тоже очень даже нормально. В принципе, я думаю, что такой законный проект, он выстрелит, мне кажется, он выстрелит. При этом напечатать на афише сообщение об использовании фонограммы мелким шрифтом не получится. В законе оговорят минимальный размер надписи. Тоже, тоже очень даже разумное решение. Если закон вступит в силу, на российской эстраде наверняка произойдут большие перемены. Попса пойдет под сокращение. Ну, в принципе, этого и следует ожидать, я вам честно скажу. Не секрет, что многие эстрадные певцы сейчас выступают под фонограмму. И почти каждый сборный концерт, когда в мероприятии принимает участие несколько исполнителей, не прудется без фонеры. Ну, здесь спорный вопрос. Здесь спорный вопрос. Тоже мы это с вами обсудим. Кстати, вот еще дальше. Самое интересное сейчас пойдет. Стоит определиться с термином. Многие путают минус, минусовку, да, минус фонограмму. И плюс фонограмму. Это, друзья мои, вот кто не разбирается в мозге, кто не знаком с эстрадой, думает, что минус – это точно фонограмма. Это далеко от многих, как бы разные вещи. Я вам сейчас все это подробно расскажу. В музыке различают минус фонограмму, так называемую минусовку. То есть запись аккомпанемента и плюс фонограмму, когда аккомпанемент записывается с голосом певца. Да, то есть минус – это просто мелодия, а плюс – это уже полностью, ну, грубо говоря, там, компакт-диск уже с записанной на студии песни. Вот в чем разница. То есть, грубо говоря, минус – это то, что вот, ну, практически пирамиды караоке, да, только вот уже с нормальной аранжировкой, с нормальным звуком, с сценической подачей, с бэк-вокалом, куда вставляются потом слова того или иного артиста. Сейчас я вам немножко подробно объясню потом. Фанерой называют именно плюс фонограмму. Заметьте, плюс. То есть это полностью записанный проект с голосом на студии, с аранжировкой, с мягшированием совсем на свете, против которой и направлен новый закон. То есть именно плюс, не путайте, это очень важно, потому что не то, что от этого будет зависеть судьба тех или иных звезд, это просто разные вещи, понимаете. Я сейчас, ну, дойдем до этого. Однако, как настоящая фанера не дотягивает до сравнения с доской, ну, в плане стройматериала, да, так и музыка, так и музыкальная фанера является неполноценной заменой живому голосу. Если обратиться к истории, точную дату появления фонограммы установить практически невозможно. Равно как известно, что первый, равно как и неизвестно, кто первый придумал петь под фонограмму. Вот. Ну, не буду дальше, там очень много всего этого читать, там туда-сюда. Ну, всем известно, что на Западе, ну, если вы знаете, я вам сказал, что придумали фанеру на Западе где-то в 70-х годах, к нам в России она пришла в 80-х, многие популярные группы, исполнители, и все, практически, ну, большая часть советской, российской эстрады. И как тогда, как и сейчас поют под фонограмму, кто-то даже уже под составную фонограмму это делает, да, тоже другая вещь. То есть что такое составная фонограмма? Кстати, на нее тоже будет наложен штраф. Составная фонограмма, это тот или иной артист или артистка, певец-певица записали своим голосом тот или иной трек, а другой человек вышел просто... на сцену и открыл рот под их уже заранее записанный саундтрек. То есть это уже составная идет фонограмма. В наше время звукозаписывающая и воспроизводящая техника вышла на такой уровень, что смоделировать можно практически любой звук. Да, это правда. Сейчас тоже об этом поговорим. Так, кроме того, кто и как будет отличать, выступает настоящий артист или роторазвивающий. Однако противники закона отмечают, что даже есть противники, видите, этого закона, что его принятие станет еще одной лазейкой для коррупционеров. Ну, то есть вот так вот. А теперь, друзья мои, давайте немножечко подробненько я вам расскажу. Ну, собственно, то, что я об этом всем знаю. Ну, давайте начнем, наверное, с фонограммы. То есть давайте про штрафные санкции про эти поговорим. Я считаю, что это, ну, может, даже такой щадящий, я бы сказал, штраф, о, где-то 50-100 тысяч рублей, да, но напомню, как я уже говорил выше, что есть такая категория артистов малоизвестных или которые начинающие, которые гонорары не такие высокие, как у многих известных. Ну, в принципе, они сейчас у многих упали, потому что, ну, не каждый готов платить там за любимого артиста там 15, 20, 25-30 тысяч, да, чтобы пойти на его концерт. Вот. Сейчас, естественно, ставки немножко падают, но тем не менее, да, мне кажется, не каждый, уважающий себя артист, фонерщик, заметьте, пойдет выступать просто так под фонограмму за спасибо. Все же хотят бабла заработать, верно, да, поэтому и будет, я так понимаю, перетурбация, будет вот этот вот, ну, массовое не увольнение, а сокращение, да, штата эстрадных звезд или звездочек, звездунов, певиц, певицов-однодневок, да, которые вот, знаете, вот так вот сделали, а я хочу быть звездой, вот на тебе бабло, иди быть звездой. Такого уже не будет, и слава богу. И слава богу, к этому, в принципе, я считаю, что к этому давным-давно нужно было прийти. Не только сейчас, как я пока рассматриваю, да, это закон и правительство, а уже давным-давно. Потому что это реально, это обман зрителя. Ну, это мое, опять же, мнение. Вот. Если юридические лица, это как, допустим, вы организатор концерта того или иного артиста, да, к вам приезжает там на корпоратив, или же, может быть, вы организатор там, директор какого-то торгово-концертного зала или ДК. Вы заказали того или иного артиста, артист пел фонограмму, и вас уже, то есть артист получит деньги, но накажут уже вас, как организатора мероприятия, или же концертного директора того или иного исполнителя. Вот в чем разница. Теперь давайте я вам расскажу, ну, я уже рассказывал, сейчас повторюсь, да, отличия минус-фонограммы и плюс-фонограммы. Если вам интересно, давайте я сейчас немножко повторю. В принципе, в принципе, я вам скажу больше, что я, например, я не против того, чтобы артисты выступали под минус-фонограмму на сцене. Объясню почему. Потому что я вам скажу, что даже вести полуторачасовой концерт и петь живьем, это реально очень тяжело. Даже для профессионального, для оперных, там, я не знаю, это все равно тяжело, это давление на связки. А представьте себе, если человек работает, допустим, даже у них день-два концерта, бывают и такие звезды, да, три концерта и живые, это очень тяжело, это без голоса останешься на раз-два. Особенно, если, допустим, человек, ну, бывает, все мы живые люди, можем заболеть, может попросить голос, да, из-за этого включается минус. Но объясню, опять же, артист, любой уважающий артист, который работает под минусовку, он, как это все происходит, я вам сейчас расскажу. Значит, вот представьте себе минус, да, минус трек, то есть записана просто музыка, во время припева идет бэк-вокал композиции, и уже артист, который выходит, поет песню своим голосом, он поет вживую, просто идет, как бы играет музыка, артист поет, и накладывается его голос, живой голос уже, уже прямо на живом выступлении накладывается на мелодию, которая записана уже заранее, так же, как и на бэк-вокал. Вот в чем отличие. А когда составная фонограмма, это уже, друзья мои, другая сторона медали, да, это когда вы записали трек или альбом на студии, потом я там такой, коронный на башке вышел, взял микрофон в зубы, открывая рот, и именно вот это и есть рот развивальчик, да, там играет какая-нибудь Пися Камушкина, да, поет, а Иван Иванович Чеванов открывает рот под ее аккомпанемент, грубо говоря. А вот это вот в этом разница, не надо путать, потому что я сейчас знаю, что вы будете мне писать. То есть минус – это не фонограмма. Фонограмма – это когда уже полностью записан студийный звук, и тот же самый артист, который записал этот же трек вместе со словами, с куплетом, с бэк-вокалом, с припевом, со всем на свете, просто выступает по-свою же, вот музыка играет где-нибудь там за стенкой, а я здесь стою, рот открываю. Вот именно на эту фонограмму будут наложены штрафные санкции. Опять же, опять же, минус фонограммы, вот я помню, как-то мне кто-то из моих зрителей написали, вот я не помню, только когда Татьяна Муланова была на ее концерте, да, вот она пела под минус, но понимаете, там можно было отличить живой звук от фонограммного звука. То есть да, у нее были записаны минусовки, она вышла, спела живьем все те песни, которые были у нее, исполнены. Ну, это легко проверить, можете зайти в мой плейлист, найти ее выступление и посмотреть. То есть там даже, даже вот через экран все равно это чувствуется, что она пела живьем. Вот. Есть, опять же, казусы такие, да, то есть это, опять же, вот тех, вот я уважаю тех артистов, которые поют живем, потому что, понимаете, на концерте может случиться что угодно. Вылетела фонограмма, сломался микрофон, там, я не знаю, просто исчез звук. И даже когда вот без звука слышишь, человек поет сам, да, это уже как бы дает ему честь, хвалу, и человек набирает популярность больше, чем вот, ой, сломался нога, все, стоишь микрофоном, машешь и так далее, и все. Уже все. Косяк, который мне исправить. Вот это, я считаю, это большой плюс у тех артистов, которые реально выступают живьем. Таких, кстати, много. Опять же, опять же, а, и вот мне писали, я вот сейчас вспомню по поводу, по-моему, да, Татьяна Буланова выступление было, когда писали, кто-то из зрительниц писали мне, я хочу увидеть, а, хотел увидеть там, чтобы чуть ли не весь концерт был с музыкантами, а она там вышла, там туда-сюда, да, там стоял синтезатор, да, стоял барабанщик. Чем вам не музыканты? Музыканты, которые играли реально вживую. То есть, какие-то у нее музыкальные композиции были записаны под минус, а какие-то, ну, понимаете, это настолько тонкая тема для обсуждения. Я, честно говоря, особо вот такого, не могу вам рассказать, я не музыкант, вот, то есть, насколько я это помню, насколько я это знаю, я вам это какое-то рассказываю. То есть, да, то есть, они не снили просто так, они не изображали, видишь, что они играют на барабанах, там, или ликают на пианино, они реально играли на синтезаторе, живьем, там же есть еще кнопочка, на пианино, там можно сделать всякие любые звуки, там, что ты хочешь, можно под этот самый, подставить, просто какие-то музыкальные наложения, да, я вот, не профессиональный термин, он сейчас будет выражаться, были записаны уже отдельно на студии, вот, то есть, большая часть, то есть, вот так, поэтому это называется, вот это уже идет и минусовка, ну, то же самое практически, как в караоке, ну, только немножко по-другому, да, то же самое, то есть, вы включили, караоке, орете микрофон, и это та же самая минусовка записана, потому что зачастую минусовку пишут уже с наложенным бэк-вокалом, да, практически то же самое, только более профессионально, более студийно, более красиво, более громко, звучно, да, ритмично, там, с обработкой, может быть, без обработки, то есть, ну, вот именно так, не то, что вот диск ставили, по телевизору спели, вы поймете очень хорошо, чтобы баллы получили, ушли, не тот уровень, вот, а это практически то же самое, то есть, здесь легко уже понять, как человек правит, патронограмму, или же живьем. Ну, а теперь давайте я немножко подведу итог, потому что, чтобы вас особо долго не задерживать, я считаю, я считаю, что это одна из самых гениальных, колоссальных идей, которые может придумать наше с вами правительство, в принципе, я считаю, что это давным-давно нужно было уже узаконить, выпустить этот закон, потому что, вот сколько у нас сейчас вот артистов-однодневок, да, их дохренище, вот сейчас любой, любой, да, вот просто так вот челкнул и вышел на эстраду, ну, практически, да, если там крутятся большие деньги, там, большие связи, как это было всегда, вот, но в любом случае, в любом случае, вот безголосых у нас дохрена, дохренище, а самых таких вот, и вот эти безголосые, да, вот эти новички, которые чем берут, я не знаю, потому что сейчас, кстати, мы еще одну тему с вами обсудим, может быть, на днях, вот, чем отличается та эстрада от нынешней эстрады, это, кстати, тоже очень хорошая тема для беседы, потому что для меня это очень такой же вот и пищий вопрос, и я сейчас немножечко вам примерно поясню, сейчас, в принципе, слушать нечего, сейчас песни уже не те, сейчас не те песни пошли, сейчас не та подача, не тот репертуар у артистов, сейчас такой набор идет слов, что, знаете, такое ощущение, что писать стихи просто люди разучили, да, музыка может где-то хорошая, я со своим бесслухным и безголосным осязанием, как правильно, да, и то понимаю, вот, то есть, ну, я не могу слушать современную нынешнюю эстраду, ну, за исключением некоторых там композиций, некоторых артистов, ну, вот, просто не могу, просто вот у меня вот просто вот, знаете, уши свараешь так в трубочку, и для меня это, господи, откуда вы это взяли, ребята, это вообще, эти песенки непонятно какие станутся хитами, ну, раньше были, вот, в мое время хиты другие, если был хит, так он хит, вот, выстрелил, так он выстрелил, да, если возьмите ту же самую нетленную группу «Мираж», если у него есть хит, музыка, она связала, или новый герой, так это хиты уже 35 лет, и они хиты, они никогда не будут, никогда не исчезнут, они как были хитами, так и останутся, вот я пример привел, или два кусочка колбаски в комбинации, как бил хитяры, так он останется, сейчас слушать нечего, это мое мнение, нет, ну, я не говорю про всех, про многих, про многих, но вот эти многие, многие, на мой взгляд, они, после выхода этого законопроекта, мне кажется, покинут нашу эстраду, и она у нас проведет, и будут огромные дыры, именно, в артистической, вот в этой вот среде, я так считаю, что будут большие-большие дыры, вот, что вы об этом скажете, пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях, все, друзья мои, я вам все рассказал, насколько я мог знать, если что-то не так, сразу заранее прошу меня извинить, если вам что-то было непонятно, вот, еще раз повторюсь, пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете, согласны вы с таким законопроектом, не согласны вы с таким законопроектом, или у вас есть свое видение на это, может быть, я что-то не досказал, или сказал, может быть, вам непонятно, поэтому пишите, я буду очень рад прочитать ваши комментарии, и по возможности, ну, не на все, но ответить по максимуму, вот, все, друзья мои, спасибо большое, что были сегодня со мной, спасибо, что вы меня смотрите, я вам безумно всем рад, вот, что я вам хочу пожелать, добра, мира, удачи, любви, тепла, нежности, и хорошего, позитивного настроения, а я с вами, до новых встреч, всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok